Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Зодиакальный гороскоп предполагает наличие невероятных творческих способностей у всех мужчин-стрельцов. Они очень веселы, очаровательны, обаятельны, обладают неимоверным шармом и всегда находятся в центре внимания. И более того, нередко именно мужчина-стрелец является душой компании, ведь его оптимизму и веселому нраву можно лишь позавидовать. Но не стоит думать, что мужчина-стрелец – это лидер. Напротив, лидерства в нем нет ни капли. Да и ответственности, присущей лидерам, у таких мужчин тоже не имеется. В мужчинах-стрельцах доминируют такие черты, как творческий потенциал, невероятная фантазия, остроумие, жизнерадостность и позитивный настрой, эмоциональность и чувствительность, восприимчивость, экспериментальность, азартность, любознательность, активность и действенность, подвижность, непредсказуемость, красноречивость, безответственность, обаятельность, заботливость и внимательность к людям из окружения. Мужчины, рождающиеся под покровительством знака зодиака-стрелец – это невероятные шутники, вечно над всеми подшучивающие, придумывающие развлечения и имеющие в запасе сотню-другую идей, такой сможет развеселить любого, даже самого строгого и жесткого человека. Но настроение у этих мужчин очень переменчиво и меняется ежеминутно. Какие имена подходят мальчикам-стрельцам? Как и каждый знак зодиака, в каждом отдельном случае мальчиков-стрельцов стоит называть такими именами, которые будут крайне положительно и правильно влиять на его натуру в будущем. Стрельцам подходят такие мужские имена. Спартак – сулит страстность и импульсивность. Никита – сулит прямоту и серьезность. Лавр – может наделить целеустремленностью и трудолюбием. Игорь – означает воина бога и может наделить неимоверным эго. Ермолай – отличное, но устаревшее имя для мальчика-стрельца. Андрей олицетворяет мужественных и осмотрительных мужчин. Александр может усилить влияние такой черты, как амбициозность. Характер мужчины-знака-стрелец Мальчики-знака-стрелец наделяются оптимистической натурой и невероятным чувством юмора, которые отлично балансируют со многими другими качествами. Единственное, чего им не хватает – это трудоспособности и ответственности. В своем большинстве все мальчишки-стрельцы общительны, очень коммуникабельны, разговорчивы и веселы. С ними хотят все общаться. И зачастую они становятся теми людьми, от которых зависит настроение в обществе. Их можно назвать заводилами и лидерами. Хотя на самом деле лидерства у стрельцов очень мало. Они не стремятся к нему и желают не властвовать, а быть популярными. Самое главное достоинство всех мужчин знака-стрелец – это их способность любую ситуацию повернуть в позитивную сторону. Чтобы любой негатив заслонялся юмором и позитивом. Стрельцы очень находчивы и оптимистичны. С такими в любой компании будет весело. И вообще, мужчина-стрелец – это человек, с которым всегда есть о чем поговорить. Красноречивый и общительный. Коммуникабельный и приветливый. Второе и не менее важное достоинство стрельцов заключается в их правдолюбии и честности. Плюс преданность. Мужчина-стрелец никогда не бросит друга в беде и обязательно поможет по возможности. Правда, на жертвы ради помощи стрелец не пойдет. Неспособность видеть в людях плохое тоже можно отнести к достоинствам. Стрельцы никогда не пытаются найти в собеседниках изъяны. Они ищут только положительные стороны и стараются не замечать отрицательных. Из-за чего в итоге и страдают. Но требовать от человека измениться и стать другим стрелец никогда не станет. Стрелец – это дружелюбный, приветливый, открытый и отзывчивый мужчина. Готовый к новым контактам в любой момент. Найти друга для такого не проблема. Даже в малознакомом обществе он найдет приятеля, единомышленника и просто человека, с которым можно пообщаться. Среди недостатков стрельцов-мужчин стоит выделить безответственность и неисполнительность. Они слишком позитивны и веселы. Все свое время посвящают веселью и приключениям. Такому не стоит доверять важные дела или ответственные поручения. Непостоянство и непредсказуемость – эти качества тоже можно отнести к недостаткам. Они не могут сказать, что будут делать дальше и чем будут заняты завтра. И даже если скажут, то на деле все будет совсем иначе. Притворство – также не менее сильный недостаток. Стрельцы слишком сильно любят льстить и подстраиваться под окружение. Из-за чего вынуждены притворяться. И иногда показывать себя такими, какими на самом деле не являются. В карьере Стрелец в карьере может достичь успехов. Но шансы на это слишком малы. Главная проблема заключается в том, что он ветреный, нелогичный и обожает свою независимость. Из-за этого ему с трудом дается командная работа и общение с начальством. Приходить в одно и то же время, слушаться приказов начальства, выслушивать упреки и делать работу, которую делать не хочется – все это стрельцы ненавидят всей душой. Успехи в карьере могут быть в случае, если мужчина-стрелец выберет профессию, связанную с общением, приключениями, путешествиями, знакомствами и торжествами. Производство, завод или что-то вроде того – не для них. В общении с людьми В общении с мужчинами-стрельцами легко. Достаточно лишь предложить веселое времяпровождение, и стрелец будет счастлив. Если вы любите общаться и разговаривать на самые разные темы, шалить, веселиться, путешествовать и рисковать, то никаких проблем в общении со стрельцом у вас в таком случае не будет. Мужчина-стрелец – это преданный друг и товарищ. С ним всегда можно поговорить по душам, посоветоваться и попросить его внимания. Но не стоит сильно рассчитывать на его помощь в слишком ответственных делах. На такое он не способен. Плюс может сказаться его боязнь ответственности и последствий. Стрелец ненавидит лесть, хитрость, обман, вранье и предательство. Таких людей он никогда к себе не подпустит. За неуважение к его персоне и вранье он может отомстить самым коварным способом. Например, начав насмехаться над вами или опозорив перед людьми. В любви Мужчине-стрельцу несложно обратить на себя внимание понравившейся ему женщины. Его позитивный настрой и вечно хорошее настроение притягивает женщин. Но любовь для мужчины-стрельца – это нечто ветреное и неважное. Любовь со стрельцом со стороны женщины требует невероятной выдержки. Фактически в отношениях это ребенок, которому должно быть уделено максимум женского внимания. А еще этим представителям мужской половины человечества свойственно ошибаться в дамах и разочаровываться. Стрельцы слишком идеализируют своих избранниц и нередко в них позже разочаровываются. Будьте осторожны. В постели Самая большая проблема мужчин-стрельцов в постели с женщинами заключается в их непостоянстве. Они целеустремленно добиваются понравившейся женщины, делая все для получения ее расположенности. Но после того, как добиваются, бросают и переключаются на новую пассию. Потеря интереса к женщине, которой получилось добиться, для стрельца – не редкость. Завести же в постели мужчину-стрельца сможет только та, что уделит ему по-настоящему много внимания. Самолюбие стрельцов требует невероятной отдачи. Такие ценят дам, способных думать о партнере, а не только о себе. При этом не нужно надеяться на такой же ответ с его стороны. Даже стопроцентная совместимость в постели не гарантирует этого. Придется полагаться только на себя. Ведь он, скорее всего, будет думать только о себе. В браке Если мужчина-стрелец согласился на брак, то сделал он это по собственной воле. Тщательно все взвесив и обдумав. Если он решился пожертвовать своей свободой и независимостью, то брак с ним будет успешным и крепким. Но с этого момента вас ждут сплошные интриги. Семейная жизнь со стрельцом сложна. Угодить ему сложно. Он постоянно чем-то недоволен. Вечно к чему-то придирается. Но это не из-за душевной злобы. Просто ему тяжело свыкнуться с отсутствием свободы. Но несмотря на все это, он будет верным, даже при наличии кучи поклонниц. Надеяться на его мужские черты в быту не стоит. Это не бытовой герой. Он не станет делать самостоятельно ремонт. Скорее вызовет для этого специалиста. Да и упрекать его в этом не стоит. Ибо это повлечет за собой массу проблем. Мужчина-стрелец – отличный муж и отменный кавалер. Но не хозяин в доме. Лучше не навязывать ему эту роль. Мужчина-стрелец, как отец. Из всей мужской массы, мужчины-стрельцы – единственные, кто способны дать достойное воспитание детям, даже в отсутствии матери. Они отлично справляются с отцовскими обязанностями и очень любят своих детей. Но могут на них обижаться из-за непонимания или непослушания. Особенно сильная связь у отцов-стрелецов с дочерями. К ним они более снисходительны. От сыновей они требуют слишком многого. И в итоге разочаровываются, когда сын не добивается того, что ему пророчил папа стрелять. Воспитание мальчика лучше как можно сильнее контролировать маме. Ибо на его фоне могут возникать конфликты отца с сыном. Умереть пыл и требования такого папаши не получится даже у самой терпеливой и упертой мамочки. Придется смириться и надеяться, что он сам со временем все поймет. Если представленный материал вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь. В комментариях можете написать, какие еще темы вас интересуют. И в ближайшее время мы их раскроем. А чтобы не пропустить ролики с интересующими вас материалами, жмите колокольчик, и вы всегда будете в курсе выхода новых видео. С вами был канал NamediB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.